Володя, 18 лет Скажем так, большой срок Кстати, сколько вам было лет, когда вы основали издательство Теза? Надо считать, я не помню, я был еще студентом Вот видите, студент, который сам учится, внезапно становится владельцем самого настоящего издательства И это одно из крупнейших издательств Теза славится прежде всего своими детскими книжками Да Почему именно детскими? Почему студент начал с детских книг? Нет, начинали с медицинской литературы, с того, что было близким и понятным Но через некоторое время понадобилось что-то для чтения нашему ребенку А такого было мало, очень мало Так мы нашли Лесю Воронину, которая вела передачу на радио и журнал Подсолнух Мы пришли с вопросом А не знаете ли вы, где водятся тексты? Вот мы умеем делать книжки, только не знаем, какие И в то время я еще не говорил по-украински Но на самом деле, насколько я понимаю, конкуренция среди детских книг в Украине очень велика Очень много книг для детей Но, правда, дети не все из них читают На чем именно вы сосредоточились? В частности, я знаю, что ваша ниша Вы печатаете книги, которые дети обязаны читать в рамках школьной программы Необходимо опять сделать шаг назад Тогда, когда все начиналось, и мы впервые пригласили Сашу Дерманского Которого еще не существовало на книжных просторах Пригласили Марину Павленко и других уже сейчас знаменитых авторов И издавали их книги Они еще не были кем-то рекомендованы Это уже сейчас, это прекрасные авторы, мэтры, современные классики Они представлены в школьной программе Так получилось, что мы сформировали тот литературный корпус, который сейчас изучают в школах Теперь выучают в школах Ну, знаете, что я вам скажу? Когда я учился в школе, я помню Прекрасно впечатление от книг, в том числе украинских И даже иностранных, которые учителя требовали прочитать Учителя говорили, так, за лето вы должны прочесть И это было не очень-то приятно Задача была не очень приятная Это нужно было читать и так далее Так вот, когда смотришь на книги издательства Теза Это, как правило, праздник Это что-то всегда яркое и интересное И так получается, что вы и издательство сделали кое-что невероятное Книги, которые дети обычно не хотят читать Вы сделали школьной программой, от которой детей оторвать невозможно Ну, школьные программы их сделали не мы Это Министерство образования сделало ученые, литературоведы, критики и учителя Они выбрали эти книжки, но там... Но благодаря именно вашему издательству и тому, что эти авторы пришли к вам Вы их, можно сказать, открыли, нашли и сделали метр Теза с самого начала позиционирует себя так Художественная литература современных авторов Отечественная и переводная литература для детей, которые читают сами Вот, посмотрите, интерактивные книги Книги для девочек Брыскин не останавливается никогда И еще одна черта издательства Теза Оно, пожалуй, единственное в Украине не боится издавать детских писателей со взрослыми книгами Я вообще не понимаю, как они рискуют Володя, очень большая проблема Все родители со мной согласятся Уговорить ребенка, заставить ребенка, маленького ребенка-первоклассника читать Это не всегда бывает легко И все знают, что да, книги издательства Теза Это нечто, что дети смотрят и просто визжат от восторга И действительно читают Как вы это делаете, скажите честно? Надо почитать своим детям, и они по этим любятся Надо читать своим детям И они сами потом полюбят это Полюбят самостоятельно читать У родителей не всегда есть время, но все-таки находите возможность читать с ребенком вслух Одну страничку, то две, иногда половина, иногда пять И в итоге ребенок будет читать Знаете, ребенок, когда заходит в книжный магазин И идет вдоль полок с вашими книгами Он всегда говорит «Купи!» И я его понимаю Я счастливый, я же не покупаю Да, но такие обложки, такое разнообразие красок Так бывает не всегда и не везде Что-то для малышей вы покажете из новинок? Из нового покажете? Да, покажу, естественно Я думаю, что все знают серию про маляку Сашка Дарманского Про киевскую девчину Девчинку Книжка уже со следующей недели в продаже И тут тоже Киев И будут события, про которые надо обязательно все разузнать Хотя это первая книжка, в которой события трагические Вы знаете, тут я с вами согласен Очень часто книги для самых маленьких Традиционно у нас всегда сплошная радость На самом деле все это не очень правильно И готовить детей Знаете, наши северные соседи Издали кучу глупых законов Детям нельзя смотреть, как в кино курят Детям нельзя говорить что-то там еще Для всех какой-то барьер Дети ничего не знают о настоящей жизни И когда они становятся взрослыми То происходит то, что происходит Возможно, готовить детей надо К тому, что жизнь не всегда абсолютный праздник Но жизнь — это жизнь И я думаю, по этому поводу вам есть что сказать И есть что напечатать Так, теза все эти руки перекладает Багато европейской литературы Яка мает инакшую традицию И до детей ставляется, как до дорослых Это видно В немецкой литературе, скандинавской литературе Дети знают про все Да, теза все эти годы переводит много европейской литературы У которой иные традиции Они ведь относятся к детям, как к взрослым Исходя из этого, в немецкой и скандинавской литературе Дети знают буквально про все Про все то же, что и взрослые И взрослые разговаривают с детьми потому что общение — это тот самый проводник, когда ребенок понимает, где он в этой жизни, идентифицирует себя, понимает, что происходит с родителями и со всем окружением, и отслеживает, кем он хочет быть, кем он себя ощущает в этом мире, какие у него есть вопросы. Важно уметь высказаться, потому что если не дать детям слово, то они не смогут даже пересказать некоторые обстоятельства, описать их. Есть пласт литературы, который мы издаем с 2007 года, и называем его «Внутри издательства» — литература на табуированные темы, на которые подростки не решаются разговаривать со своими родителями. Родители никогда не говорят об этом с детьми. Например, «Синее озеро сегодня зеленое» — это про старшеклассницу, которая забеременела. Вот новая книга Татьяны Рубан-Ничейной — это о детях, которые вышли из интерната. Там им плохо, и они ищут для себя другую жизнь. А это «Варвары» Степана Протюка о том, как подростки старшего школьного возраста влюбляются. Но бушует конец 70-х годов, и обстоятельства, и система разрушает их мечты. У господина Степанова еще прекрасные книги, и одна из них — «Сорок цистерн любви». Это о том, как устоять, как удержаться, когда тебя физически и морально пытаются раздавить, когда тебя насильно уничтожают. О них стоит говорить. Конечно, стоит. Обычно у наших родителей, учителей и даже писателей детских очень часто шок. Как это? Эти скандинавы снова издали книгу «Зачем умерла бабушка?» Скажем, где детям рассказывают, что да, человек умирает, или бывают какие-то болезни и тому подобное. Наших детей, наша литература, возможно, еще с советских времен и по сей день, это влияние, скажем, не слишком так воспитывает. И это замечательно, что теза занялась тем, что готовит наших детей к жизни. Вот за это вам отдельный поклон. Вы наверняка заметили, как горят глаза издателя Брыскина, когда он говорит о детских книгах. Я вам скажу, так же зажигаются глаза у детей, которые видят эти книги издательства Теза. Знаете, Брыскин обладает не только секретом, как из неизвестного никому писателя сделать классика детской украинской литературы. Он еще знает, как сделать то, что сделать невозможно. Заставить ребенка, ненавидясь его читать, не отрываться от книги вообще. Володя, не секрет. Для детей обычно и пишут, и издают все несколько попроще, чем для взрослых. И дети, в частности, не знают о таких жанрах, как, скажем, например, детектив или какой-то фэнтези, что-то в этом духе. Для них обычно это какие-то такие условно-приключенческие книжки. Теза и в этом вопросе пошла дальше. И я думаю, что в загале украинская литература в цему и дедали. Так. Крим жанров реалистичной прозы, яка пока только-только проживает. Я думаю, что украинская литература продвигается в этом направлении. Кроме жанра реалистичной прозы, которая только приживается, сейчас на самом деле представлено много чего. В тезе детективы и детские детективы тоже. И пусть события происходят в условном месте, хотя на самом деле автор описывает ирпень. И если оценивать, как и что делает детектив для раскрытия настоящих преступлений шаг за шагом или как-то иначе, то можно узнать, на каких именно улицах это происходило. Хоть бери и делай квест по мотивам сюжета. Уже 12 ник и будет еще. Александр Исаулов мастерски их пишет. То есть, проблемы, которые озвучиваются, догхантеры и подобное, они совсем не детские, если честно. Но это для детей. Это то, что вокруг нас. Догхантеры, которые уничтожают собак, убивают их и травят. И это бесчеловечно. Это, конечно же, противозаконно, и их выводят на чистую воду. А коллекция Кёнинга – это история почти настоящая. Когда после Второй мировой в Киев возвращали одну из художественных коллекций, тогда были украдены несколько очень ценных рисунков. Через много лет одни из исследователей находят следы рисунков и хотят оставить их в одной из частных коллекций. Об этом случайно узнают школьники. И происходит взаимодействие двух поисковых команд. Одна – преступники, вторая – школьники. И надо читать, чтобы узнать, кто был первым. Одна – злочинная, а одна – школьарская. Ну и треба читать, чтобы узнать, кто был первым. Что-то в традициях острова-сокровищ. Они живут и побеждают. Повести, в которых я... Да, например, повесть, в которой допускается возможность, что существует жидкость, которая превращает собаку в человека. И так появляется господин Белло. Это настолько смешно, что читать с семьей невозможно оторваться. Ни телевизор, ни что-то другое не может отвлечь. Так это смешно. Остров доктора Мора – это что-то невероятное. Вы знаете, что Марина и Сергей Дьяченко, они также пишут детективы, правда, это для меньших. Вы знаете, что Марина и Сергей Дьяченко, они также пишут детективы, правда, это совсем для маленьких. Детективы, а тут их девять, это рассказы, которые распутывают все сложные дела девчонки с третьего класса. И за этим, как это ей удается, с удивлением наблюдает майор милиции. Странная проза, Петрусь Химородник, Дара Корни, все об украинских традициях, но в художественной форме, что было интересно об этом узнать. И вот новая автор, в городе завелась бедность, и только от нас эта бедность зависит, и своя, и наших близких. А также от нас зависит, мы можем от них избавиться. И главная героиня этой серии, Джмиленя Микитчак, удачно справится сама и с помощью своей семьи и друзей. Третья книга в скором времени. Ну, скажите, понятно, чем отличается детская литература от взрослой. Но на самом деле, чем? Для детей пишут попроще? Нет, нет, не простейше. Так, дети меньше знают, але відчувають вони не меньше. И детяча литература, с моєї точки зору, вона є відповідальнішою і складнішою від дорослой. Тому що, з одного боку, як знайти спосіб донести щось велике дитині якась... Ничем. Нет, нет, не проще. Да, дети меньше знают, але чувствують вони не менше. І дитяча литература, з моєї точки зору, відповідальні і складнішою відповідальнішою. З одного боку, знайти спосіб донести щось велике дитині, для яких мир непостижим. А з іншої боку, діти не настільки захищені, кріпкі к внешнему миру. Як їм припадати каїе-то складне переживання? У мене є серія розказів від Ужика Аныська. Є дуже складна книга, в якій говориться, що з-за поступка дитині цінка цінка теряє мать. І це так написано, що плачеш. Хоча тебе буде і 35, і 50, з мєсті з рівенком. І це дуже искусно, і рідко в нашій литературі, щоб провести цю грань, показати дитинку, як може бути ужасно в одиночестві. Як це, потеряти мать. І потім дається можливість, вместе з головним героєм, отыграти назад. Це ж сказка, це волшебна історія. Взамен дати дитинку сопереживання і радість, в той книгі много смеха, і горе. Це велике мастерство. І я не знаю, хто із взрослых авторів так хорошо умеє сказати. Натомість, дати можливість дитині співпереживати і радість в тій книжці багато сміху і горе – це величезна майстерність. І я не знаю, хто з дорослих авторів так добре вміє сказати. Ну а що я можу сказати? Ну а що я могу сказати? Владимир Бризки – наш сьогоднішній гость, іздательство ТЕЗА. С вами была програма «Перепліт». Я Андрей Алёхин. Увидимся.